Анна Щербакова покинула фотосессию на шоу Ильи Авербуха из-за поведения фотографов. Об этом сообщает AirSport. Олимпийская чемпионка ушла из зоны фотосессии через несколько секунд после начала съемки из-за того, что некоторые фотографы стали говорить ей фразы «девушка сюда» и глазки поднять. Шок 50-летия Авербуха проходила в Москве на ВТБ-арене. Он очень творческий и при этом обладает такими организаторскими способностями. Мне кажется, эти два качества редко сочетаются в одном человеке. Именно это ему помогло достичь успеха. Поэтому я очень рада сегодня быть здесь. Что пожелаете? Наверное, продолжать двигаться в том же направлении, не избавлять оборотов, чтобы с каждым годом все больше, все лучше, все круче. То, что он делал до этого, чтобы только набирал и набирал обороты. С каким номером вы сегодня? В айфон влево можно убрать? Я сегодня выступаю с номером под музыку Алексея Воробьева «О чем ты думаешь?» На вечернем шоу он будет дать другую, насколько я знаю. Этот номер специально поставили для этого шоу. Есть ли еще вопросы, господа? Если нет, давайте фото и... Фото! На следующий день Анна Щербакова отреагировала на истории, о которых она узнает из новостей. Всем привет! Я сегодня весь день на съемках, и вот думаю, может быть, стоит мне заранее предупредить всю съемочную группу, чтобы очень уважительно со мной общались, исключительно Анна Станиславовна, не сеизводите ли вы, посмотреть нашу сторону. А то вдруг они новости не читают. Но если серьезно, я иногда даже не знаю, стоит ли комментировать какие-то истории, о которых я сама узнаю из новостей. Не знаю, а вы как думаете? Напишите мне в комментариях. Далее блогер Андрей Евтушенко объяснил ситуацию между Анной Щербаковой и фотографами. Несколько слов про якобы скандальный уход Анны Щербаковой с фотосессии на шоу Илья Вербуха. На самом деле история раздута на ровном месте. Аня пришла изначально на пресс-подход к представителям СМИ, непонятно из-за чего, возможно из-за громкой фоновой музыки. Но вместо общения с прессой было предложено сначала провести фотосессию, на что Аня сказала «давайте не все сразу» и покинула микс-зону. Но буквально вернул в течение минуты обратно, спокойно ответил на вопросы журналистов и в конце была небольшая фотосессия. Честно скажу, я тоже сильно удивился, когда прочитал скандальные заголовки на следующий день, но при этом нельзя не отметить, что отдельные фотографы и операторы телеканалов ведут себя нагло. Причем это не относится конкретно к этому мероприятию, «А зачастую так происходит практически на каждом большом пресс-подходе или красной дорожке на премьерах», написал блогер Андрей Евтушенко. Анна Щербакова представила новый показательный номер на шоу Илья Вербуха. Олимпийская чемпионка вышла на лед под песню Алексея Воробьева «О чем ты думаешь?». Полное выступление Анны Щербаковой с оригинальной музыкой смотрите на нашем телеграм-канале по ссылке в описании. Анна Щербакова рассказала о школьных годах. «Первые три года школы я ходила практически на все уроки, потом приходил на первые два-три и только с началом пандемии перешла на практически полностью дистанционное обучение. В школе учителя шли навстречу, давали индивидуальные задания, объясняли непонятные моменты. Было много дополнительных занятий, рано утром до тренировки, в перерыве и вечером. Да, я практически не общался с одноклассниками, не гулял с ними во дворе, но несмотря на то, что фигурное катание индивидуальный вид спорта, у нас была большая и веселая группа на катке, так что общения со сверстниками мне тоже хватало», – сказала олимпийская чемпионка. Анна Щербакова рассказала об отношении к публичности. «По характеру, мне кажется, я не медийный человек, мне ближе более замкнутый образ жизни, но я понимаю, что в личности это часть моей жизни, профессии. Фигуристы катаются не только для себя, не только ради медали, но и в первую очередь для зрителей. Мне нравится выходить на лед, видеть полные трибуны, я катаюсь для этих людей и в ответ получаю массу положительных эмоций», – сказала олимпийская чемпионка. София Акатьева опубликовала видео в своей тренировке в зале. В июне этого года фигуристка получила стрессовый перелом, за которого не тренировалась около полутора месяцев. Сообщила, что боли в ноге приобрели хронический характер. Акатьева не выступала на соревнованиях в текущем сезоне, только на контрольных прокатах, где представила короткую программу, но снялась произвольной. «Продолжаю тренироваться в зале на новом катке», – написал чемпионка России 2023 года. София Самоделкина исполнила на тренировке каскад из тройных акселей. В соцсетях тренерского штаба опубликовано видео с тренировками на льду, а также показаны внутренние помещения арены, раздевалки, тренажерные и хореографические залы. В ролике присутствуют Камила Валиева, Алина Загитова, Александр Байкова, Дмитрий Козловский и другие спортсмены. Строительство центра фигурного катания «Теренберидзе» в московском районе Ясенево завершилось в сентябре. Алина Косторная и Георгий Куница показали фрагмент с музыкой из программы «Ангел». В сезонах 2018-19 и 2019-20 Косторная выступала в короткой программе «Ангел» под композицию Макса Рихтера «Де партио». Сегодня фигуристка и ее партнеры опубликовали видео с этой же музыкой и повторили стартовую позу из той постановки. «Тодейс» написал Куница в комментариях к посту. 8-летняя Лиза Малинина, сестра Ильи, представила чудесный прокат. «Ангел» «Ангел»